здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас разговор о теглайне об искусстве рекламировать фильм через какую-то яркую захватывающую надпись на киноплакате все видите термины английские еще лет тридцать назад они у нас не были в ходу и постера и теглайн у нас наверное бы назывались в то время просто киноплакат и просто рекламная надпись действительно если посмотреть советские плакаты 40 50 летней давности да и вообще за всю советскую эпоху то вряд ли вы увидите на них какую-то надпись которая дополнительно призывает этот фильм посмотреть разве что есть какие-то отдельные исключения как тут не вспомнить такой знаменитый плакат еще 100 летней почти давности к фильму девушка с коробкой была такая кинокомедия в конце 1920-х годов режиссера бориса барнета и вот одна из реклам этого фильма один из плакатов к этому фильму вовсе не персонажа изображал как принято а там был какой-то такой персонаж наподобие человека невидимки то есть мы видим как будто бы человек идет но его нет то есть сиди мы видим некий контур где одежда шляпа на на прозрачной как бы голове в общем странность такая и все это сопровождается надписью а где человек и ответ на этот вопрос пошел смотреть девушку с коробка вот здесь теглайн как бы замещал даже название фильма название фильма уходило куда-то вниз то что должно быть маленькой короткой надписью вверху плаката укропнялась и становилась чуть ли не главная надпись но это повторяю скорее исключение классика реклама кино вот если говорить о теглайнах но современных или там последних десятилетий в том числе и российских то конечно да это отдельное искусство которым владеют отчасти по крайней мере в кино драматурги и наверное то о чем я сейчас говорю это предназначается для юных начинающих кино драматургов которые не постепенно должны овладевать не только умением написать сценарий но и снабдить его вот этим самым теглайном то есть каким-то состоящим из двух трех пяти но максимум может быть восьми слов отображением основной идеи фильмы ну или по крайней мере намек на эту идею то есть в теглайне обычно уже мы можем догадаться какой жанр например да это важно потому что если вы рекламной надписью собьете с толку зрителя даже если зритель не будет потом на вас обижаться где-то его будет может быть кого-то из зрителей будет задевать что я думал будет триллер она получилась комедия ну и так далее и наоборот вот сейчас коротко конечно но попробуем описать какие бывают виды теглайнов и как их делать правильно а как делать неправильно вы знаете есть такое но это уже из кинематографического лексикона вот есть такое понятие правильно написанный сценарий неправильно написаны да то есть грамотно написан или или не очень грамотно то же самое касается и теглайн и вот сразу определим какой теглайн будет неправильно не будем тут кокетничать не будем пытаться оправдывать кого-то да но вот не так давно мне довелось увидеть теглайн абсолютно на мой взгляд но непригодный для того чтобы его вообще применять где-либо не только в кино звучит этот теглайн следующим образом когда все пошло не так когда все пошло не так или там когда все пошло не по плану ну казалось бы интрига какая то есть что-то у кого-то было нормально потом стало ненормально это это в общем намек на некий конфликт драматургический вроде бы все как надо но надо ведь помнить не только как теглайн будет звучать но и как он будет записан как это будет восприниматься при чтении а при чтении часть из нас может даже значительная часть те кто увидит плакат с теглайном когда все пошло не по плану он может слово пошло прочитать совсем наоборот с ударением на слово на первую букву о с ударением наберу на первую букву о в слове пошло получается когда все пошло не по плану получается совсем не то что нужно автором вся когда когда все пошло не по плану это авторы таким образом подставляют себя и вроде бы не подумаешь да где может вот такая закалыка возникнуть на надо учитывать что рекламная надпись она ведь не только звучит она звучит у нас в голове когда мы читаем но при написании русский язык бывает иногда такие вот отчебучивать такие шутки вот это пример того как как выбирать слова для теглайна сразу определимся что теглайн должен быть коротким ну совсем коротким из двух слов бывает крайне редко наверное даже из трех слов это уже не частый теглайна вот 35 слов это вполне подходящий скажем так формат надписи и наверное чаще всего теглайном становится цитата из самого фильма в котором это допустим фраза звучит из уст какого-то персонажа все из вас друзья я надеюсь и знают самую такую главную классику кинокомедии советской кинокомедии допустим если мы вспомним фильм бриллиантовая рука то он содержит огромное количество потенциальных теглайнов что не фраза знаменита из этого фильма то ее можно ставить именно на постер помещать допустим наши люди в булочную на такси не ездит да или там я не трус . но я боюсь вот это все потенциально это главное но главное то что при всем при том что они яркие что они сразу нам напоминают о фильме но они ведь нам напоминают о хорошо известном фильме это получается если кто-то делает такой ретро плакат к фильму полувековой давности тогда да тогда мы можем говорить что это это годится но вот если речь идет о новом фильме который вы только что сняли который вы только что хотите показывать зрителю вы хотите привлечь к неизвестному фильму тогда конечно надо выбирать фразу которая пока тоже еще неизвестно но возможно она станет культовой как говорится станет известной и так далее вот вам пример еще из одного российского фильма и на мой взгляд это тоже не самый удачный вариант теглайн он русский . это многое объясняет речь идет о фильме под названием сибирский цирюльник это картина никита михалкова сняты в конце 90-х годов и в общем это известная картина не буду тут говорить ее вы высоких или не очень высоких художественных достоинского достоинства но в любом случае это фраза которая пыталась как бы объять очень много объять необъятный по большому счету потому что речь идет о конце девятнадцатого века о судьбах россии времен николая второго это уже был александр третий вот и вот как раз в этом фильме никита михалков решил поместить на плакате к этому фильму и никита михалков решил поместить нечто эпическое да нечто объединяющие очень многое что же меня вот как зрителя потенциального зрителя в этом теглайне не устраивает наверное прежде всего то что это очень расплывчатое такое очень обтекаемое такое определение да он русский это многое объясняет ну да а что именно хочется сказать а жанр какой да ну и так далее это наверное не самый еще неудачный вариант теглайна тот который я сначала приводил он наверное он наверное неудачнее но и вот такие обтекаемые речевки да по старинному выражаясь да теглайны их тоже лучше делать так чтобы зрителя цеплял вот как еще раз уже говорил я вам жанр вот как-то на жанр определять упирать на жанр и тогда будет понятнее допустим даже все та же фраза наши люди в булочное такси не ездят уже как мы понимаем что это что такое несерьезное что-то такое не очень значит располагающих к мрачному настроению да или другой как раз по звуку это будет несколько мрачным но вот послушайте такой теглайн а вдоль дороги мертвые с косами стоят . и тишина многоточие возможно друзья кто-то из вас смотрел такой классический советский фильм вестерн по сути то есть про дикий запад но только вместо дикого запада у нас дикие времена после революции 1917 года фильм под названием неуловимые мстители вот в неуловимых мстителях есть очень смешной персонаж по сути такой знаете вставной персонаж он на сюжет никак не влияет но он несколько раз на протяжении фильма появляется и произносит вот эту вот этот не миниатюрный монолог как его напугали неуловимые мстители как-то ночью на кладбище и устроили ему такую как это сейчас бы сказали разводилова напугали его мистическими образами и вот он с тех пор всем встречным поперечным рассказы как он был напуган он считает что это и правда были призраки какие-то на него нападали там точнее не нападали а он на них столкнулся и вот это вот надпись мертвые с косами стоят и тишина она конечно тоже цитат на она настраивает на немножко страшновато что тоже страшновато комический лад поэтому друзья конечно думайте о жанре в котором снят фильм и как-то вот ориентируйтесь именно на этот жанр я предполагаю что все-таки вы снимаете фильм не так называемый арт-хаус на авторский фильм обо всем и ни о чем и где даже жар жанр трудно определить вот поэтому если вы делаете комедию если вы делаете даже драму да ведь драма не только взрослой жизни драма в любой жизни драма из жизни дошкольника не менее драматичная нежели драма из жизни пенсионеров у всех свои драмы соответственно и к постеру в жанре драмы тоже могут быть такие вполне серьезные значит но в то же время увлекающие цепляющие нас теглайны вот на это пожалуйста всегда обращайте внимание можно цитировать фразы из другого фильма то есть вот первый пример который я привел это фраза из собственно фильма который снимался а сейчас вот по поводу значит мертвых скосами стоят это цитата из другого фильма но допустим к какому-то мистическому произведению если вас интересует жанр чего-то такого значит запредельного потустороннего малообъяснимого тогда вы можете смело цитировать какой-нибудь другой известный фильм и у вас получится в общем такая перекличка то что называется аллюзия слово аллюзия в данном случае это слово обозначающая отсылку к какому-то образу который был уже раньше очень известному образу скорее всего и вот таким образом у вас получается привлечение зрителя к своему фильму думайте фантазируйте все это всегда будет в вашу копилку творческую и конечно на постере всегда должна быть яркая фраза спасибо за внимание до свидания